ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, зрители! Что с тебя ждет? Обзор сезона! Часть заказов мне доставили, а часть заказов внезапно перенесли. Хрен знает, на как раз, хрен знает, зачем, почему. Я сегодня спала 3,5 часа и такая-то, пришла домой, значит, это все вроде как это... Летом в одном коробочке должно было быть два заказа, я глянула, совершенно забыв про второй, проверить, есть ли он на месте. Мне приходит уведомление, ну типа, как вам доставка? И тут я понимаю, что я ведь заказала за 790 карту Samsung на 64 гига. И не помню, была она в коробочке или нет, пошла судорожно смотреть, я понимаю, что она на месте. И поняла, что 3,5 часа в сутки спать и второй день примерно по этому... В прошлый... Вчера я вообще... Вчера мне повезло, я почти 5 часов спала. Вот 3,5 часа в сутки спать, это все-таки плохо. Ты рассеянный вообще. В общем, с нее и начну. Вот. У меня немножко другая была, но в принципе, та, которую я покупала 3 года назад, на которую сейчас пишу, ее нет в наличии. Но тоже на 64 гига. Эва плюс, чтение до 100 мегабит в секунду, запись до 20 мегабит в секунду, подходит для смартфонов, видеокамер, экшн-камер, дронов. И можно смотреть видео 4К на подходящем оборудовании, если вы вдруг записали его, соответственно. Руководство пользователя, карта Samsung, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. UHS1, U1, класс 10. 790 рублей на Zoom. Вот она мне пришла, тут с переходничком. Ну, как бы у меня были другие карты, других, скажем так, ноунеймов. Они сначала вроде работали нормально, потом покупала еще, работали уже не очень нормально. Для ноутбука они нормально, допустим, а для видеокамеры нет. Поэтому у меня что-то еще тут глючил. Ну, вот хоть на камере все видно нормально. Ну, там я делала, короче, обзор Биоломихса в плане его юзания как просто для смузи-коктейлей. 2200 ватт, 45 тысяч оборотов в секунду или минуту. Ну, короче, вот это очень мощный блендер, вот только ее для смузи. Ну, что-то у меня как-то не особо так прошло. Я, может, потом это закину в монтаже, там сделаю просто включение, как оно было. Но я впала в панику и решила, думаю, вдруг у меня что-нибудь, то есть, картой, которая 3 года работала, и вдруг внезапно вот глючи-то оказала, и глючила винда. И заказала себе вот. Осталось у меня 2000 на месяц. Ну, слушайте, 2000 – это не косарь, как у меня было косарь на месяц. Да, вот у меня есть какие-то там продукты, я закупила мясо. И тот момент, когда ты 2 месяца и близкому родственнику пишу, говорю, эффект двухмесячной вынужденной экономии дает как бы результат того, что всякой хрени не покупаешь уже, покупаешь себе исключительно то, что действительно надо. Ну, и вот это как-то. Я даже сладкого ничего путного себе не купила, вот даже непутного и непутного вообще как-то. У меня всё, только то, что действительно надо. Одно закончилось, другое купилось. Ну, и вот. Причём она стоила 790, когда были эти супер-скидки на Озон. Она стоила 790 до того, как скидки появились, и когда скидки закончились, она точно так же стоила. Вот карта. Вот у меня про запас. У меня, допустим, на это есть какое-то видео. Да, видео. Два видео, которые в прошлом году. Уже год с хвостиком назад записывала, но ещё не успела никак смонтировать. Две техники кухонные. Одна умерла, другая не умерла. Другая рабочая. И, короче, вот как-то я на эту флешку стала писать, потому что, в общем, ну, не было больше никакой флешки. Какие-то флешки были забиты под забезку. По какие-то просто камеры не читались. Я даже не помню, что это за флешки, но они лежат с какими-то данными. И вот та флешка, которая была, она просто померла. Этот символ или как-то так. Хоть и сделана она в Тайване, но... Дизлайк. И вот я купилась. А ещё у меня внезапно закончился срок жизни у фильтра в аквафоре. У меня кувшинчик стандарт. Я заглянула в ящичек, шкафчик, а надо полазить. Может, там, конечно, ещё какая-нибудь запаска лежит. Ну, я нашла только один. Один зашла в пятёрку у них. Вот это конту покупала. Так оно с чем-то стоило. 119, что ли, год назад, или года полтора назад. Нету. Зашла куда-то ещё, нету. Зашла потом уже в Ашан. И там, значит, непонятно. Ну, как бы образцы стоят. А вот чисто Ашановская вот эта птичка, там низкая, ну, как бы не стоит этот образец. Не поймёшь, подходит он, не подходит. Но по цене он выходил точно так же. Даже чуть дороже, чем вот я в итоге за 400 рублей купила набор из трёх штучек. И я недолго думая, думаю, а чё это, как бы, если ничего нигде нету в светофоре, вообще таких штук не оказалось. В светофоре вчера было, слушайте, такое, вообще какое-то днище, раз в 6 месяцев, или где-то раз в 6-9 месяцев туда заходишь, каждый раз исчезает то, что мне надо. В этот раз не было вообще ничего, что мне надо. А цикорий, который я купила, я его потом обозрю отдельно в пустых баночках еды съесть или выкинуть. Он как бы полный, но он будет такая вот скорее, ближе к выкинуть, но не суть. Аквафор, фильтры для воды. Три штучки. 400 рублей. Б-15, вообще, ну как бы, Б-100-15, вот это то самое, которое мне надо. Я вот сейчас на него смотрю и понимаю, что, видимо, тот, который я вчера в Ашане видела, мне бы не подошёл. Хорошо, что я его не взяла. Теперь у меня про запас есть. Три штучки. Мне где-то чуть меньше, чем на год хватает такой хреновины. Теперь будет запас. Так, у меня вообще их было шесть штучек, но три я заказывала не себе и три себе. И на картинке они казались такие маленькие, лёгонькие, хорошенькие. У меня на кухне лампочки с цоколем Е-14. Изначально миньоны, но я эти миньоны уже года три как не могу найти. Последний раз покупала миньончики экономка в светофоре года два назад. Они какие-то тусклые, хоть на них было написано, что они там чуть ли не 90 ватт. Эти 100 ватт. Горят, быстро сгорают. Короче, не ликвид какой-то за 39 рублей. Ну, что вы хотите за 39 рублей? Иногда бывало, там что-то путное можно было купить, как бы за 39 рублей, но горело долго там. Ну, в общем, покупала из-за того, что чисто даже, что они миньоны. Миньончиков я давно не видела. У меня сейчас там в основе одна лампочка миньончик, другая лампочка такая вот, как свечечка, потому что, ну, нигде не было. А что было, только вот такое и купила. И одна вот сейчас вот такая. Я вставила проверить. Вот у меня у близкого родственника кому 3 штуки отдавала как раз, ну, заказывали. Белый свет, кстати. Не влезла вообще, но там флакончики такие, что только миньончик. И только вот так вот именно, кружочек такой. Бывают такие миньончики, которые как бы... Кружочек, но вот здесь уже сразу толстенько. А тут вот так, как грибочек такой. А вот эти у меня взошло. Я вкрутила, думаю, блин, только бы ничего не долбанулось, и всё нормально прошло. И вот те две мелкие сразу загорелись, а это через какое-то время. Я вот сейчас запишу тебе обзор зрителям и пойду зафигачу остальные две, чтобы мне было ярко. А то я сижу на кухне, такая темнотища. Иногда даже есть темно, мне глаза напрягаются, мне приходится лампочку настольную включать, яркую такую, чтобы она как-то досвечивала. Вообще жуть. И что они, мало того, что они, да, вот такие кругленькие на картинке-то, всё нормально, но они такие тяжёлые. Тут этот пластик, он... Я думала, блин, у меня вообще люстра-то выдержит его. Но тут вот действительно, тут 4200К, натуральный белый. Она 9 Вт, ну, аналогично, как бы обычные лампочки или чай, типа, как 100 Вт. с маленьким цоколем. До этого я купила, они, космос были, они с большим цоколем были, 27. Я поделилась с товарищами. Ну, и в итоге, наверное, в деревню потом возьму. Точнее, товарищи, я говорю, у меня, говорю, вот это вот, маленький цоколь, говорю. Там маленький, я говорю, нет, 27. Ну, жаба зад ведущая, решили, что на халяву уксус сладкий. И это, как бы, взяли, а оно и не подходит. Хотя предупредила, ну, в общем, оно там лежит куда-нибудь в другое место. Точнее, туда, куда надо, оно не подходит. А куда не надо, где подходит, оно и не надо сейчас. В общем, вот оно в такой вот коробочке. Такую, где-то у нас написано, экологичная упаковка. Можно перерабатывающий биомусор дать, а можно нести в сад и сжать. Вот в такой внутри хренатезинке, пластиковой. Причем тогда смысл вот этой картонной коробочки непонятной института пластика, которая, ну, не экологичной совершенно. Хоть и перерабатываем. И вот такая вот слониха. О, у меня там, кстати, сейчас покажу, какая изначально лампочка была. Да, у меня там фоном пледик, который любит кошку сосать. За пледиком подушка, которую, возможно, не видно, потому что я днем дрыхла, когда поняла, что надо бы уже поспать. В общем, не открывается она у меня одной рукой. Вот такая лампочка у меня там была, вот эта экономка, где написано, сколько она ватт потребляет, 7 ватт, но сколько и 4500 км свет, но мне кажется, тут обман, потому что, ну, оно совсем как бы тусклое. Третья лампочка. Кстати, 330 набора с трех штучек был. Сейчас, по ходу дела, у них уже вне наличии. А еще у меня куда-то делись, может, я их потеряла, хозы, я не помню. Подумала, может, у меня их кто-то стырил. Скорее всего, потеряла или потеряла. Знаете, так едете, у вас что-то падает, человек что-то падает, я всегда говорю, что у вас что-то упало. А тут человек специально не сказал, ну и, в общем, я не увидела. У меня не случилось осенних перчаточек. Безразмерная состав. 10% шерсть, 10% пандык, 75% акрил, 5% эластан. Сейчас я вспомню, почем оно. Вроде, что-то 179 рублей, что ли, оно у меня обошлось. Да, где-то так. Или 159, сейчас узнаю вообще. Я как раз покупала, когда были эти скидки, у меня был месячный, куплен на месяц этот пробный период Озон Премиум. Сейчас узнаем, почем кайф на рынке. И я как раз искала парчаточки заказы. Я еще кошке заказала переноску и когтеточку на ножку. У меня на кухне такая, на одну треть уже такая мохнатая ободралась. Поэтому я заказала, думаю, ну вот у меня что-то Озон решил их перенести на хрен знает кого, да? Так, перчатки, вот сколько стоили-то вообще? 152 рубля они стоили. Сейчас с тобой померяем, зритель. Высококачественный товар, фламиндер. Женские перчатки с начусом. Там были еще перчатки с этими пальцами, которые по экрану прыгают, но у меня что-то не получается у меня пальцами, чтобы они по экрану прыгали. Ну, короче, как-то это, я не вижу смысла. Не прыгают они у меня по экрану. Ну, нормальные. Они тут скреплены, как бы. Хорошая перчатка. Да, тут, ну, такой мягонький начус, как бы. А то у меня одни митинги остались, вторую не одену, потому что тут она скреплена, а у меня ножницы не здесь. За ножницами надо идти. Ну, нормальные такие перчатки. Вот, зритель, у меня такой обзор. С этого самого сезона вроде все обозрела. Следующий обзор будет с одной Адерисом. Так что, если что, жди. Пока. Не забудь поставить палец кверху.